МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И двое грабителей-инкассаторов Почты России в Камышине. Их сообщник скрылся с 5 миллионами рублей. Активисты Общероссийского народного фронта продолжают борьбу за ликвидированный отряд пожарной части номер 88. Волгоградской области определились с лучшими шахматистами. Из 220 юных спортсменов отобрали 10 победителей. Сегодня родители юных пловцов из Волжского заявили о своей победе. Они выиграли спор с неразумными решениями чиновников. Почти год родители спортсменов просили не разрушать олимпийскую систему образования их детей и не переводить их в непрофильную школу. Реорганизацию запланировал областной спорткомитет, объясняя это нехваткой средств на содержание нескольких учреждений. Но родители не опустили руки. И пока платили собственные деньги за занятия в бассейне, чтобы дети не теряли спортивную форму, всеми способами пытались сохранить школу плавания в городе Волжском. Обращались в Общероссийский народный фронт и к высшему руководству региона. В результате постановлением губернатора Андрея Бочарова юных пловцов определили в школу Олимпийского резерва номер два по спортивной гимнастике. Это оставляет за ними право усиленно тренироваться и стремиться к новым победам. Занятия начнутся 1 сентября. Нам помогает то, что родители и дети сплотились, имели единую цель и шли к ней неотступно. Я думаю, даже если вдруг какие-то возникнут вопросы, дети сейчас и родители настолько сплоченные, что нас уже не победить никому. У нас и дети достойно плавают, и с учетом того, что если у нас будет сухой зал хороший и хорошие возможности для тренировок, мы пойдем вперед только. Сегодня в обл. Сберкоме началась жеребьевка эфирного времени и печатной площади для кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской области и политических партий. Официальная агитация в СМИ начнется для них только 20 августа, но до этого периода случайный выбор должен определить, какие газеты, радио, ЭТВ и сколько будут предоставлять квадратных сантиметров и эфирных минут. Всего в Нижнюю палату парламента своих кандидатов от региона выдвигают 14 партий, но гражданская платформа сегодня по неизвестным причинам отказалась от бесплатных газетных площадей и времени в эфире. Так что агитация в СМИ предстоит чертовой дюжине партий. Свои страницы и минуты им готовы предоставить газеты Волгоградская правда и Казачий круг, 35 районных изданий, два телеканала ВГТРК, Россия-1 и Россия-2 и две радиостанции Радио России и Вести-ФМ. В Камышине вынесен приговор еще одному грабителю инкассаторов Почты России Евгению Зарипову. В прошлом году преступники в форме ГИБДД остановили на трассе спецтранспорт, выстрелили в машину из ружья, украли пять мешков с деньгами в сумме почти миллион рублей. Зарипову была отведена роль мотополицейского. Именно с него суд впоследствии взыскал 850 тысяч рублей в пользу Почты России. А ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима, в том числе и за мошенничество. Его сообщник Александр Тюриков получил срок двумя неделями ранее, 7,5 лет лишения свободы. Тюриков организовал другое нападение на инкассаторов предприятия в центре Камышина. Тогда добычей преступников стало 5 миллионов рублей. Третий из обвиняемых, который забрал деньги, сейчас находится в розыске. Сегодня резонансная тема с закрытием 5-го отряда пожарной части номер 88 в Советском районе Волгограда стала поводом для заседания исполкома регоделения Общероссийского народного фронта. Причем главным поводом обсуждения стал эксперимент высоты 102, который показал, что ликвидация может повлечь за собой трагические ситуации, поскольку невозможно будет успеть вовремя приехать на пожар в отдаленный поселок Майский. Сегодня активисты хотели услышать от представителей регионального комитета по охране жизнедеятельности населения, какова целесообразность решения и призвать к повторным рассуждению, то есть еще раз взвесить все за и против. Но представителю администрации региона наш эксперимент, видимо, показался неубедительным. И по итогам обсуждения УНФ заявили, что они направят обращение на имя первого вице-губернатора Игоря Стефаненко, который в том числе курирует вопросы пожарной безопасности, и попросят его лично разобраться в социально значимой ситуации, чтобы принять взвешенное решение. Мы следим за развитием событий. Первенство в Волгоградской области по классическим шахматам завершилось. Более 200 спортсменов со всех уголков региона, в том числе и сельской местности, не только соревновались за победу, но и делились своими секретами успеха. В этом их поддержала региональная федерация шахмата и областной спорткомитет. Участники приехали на соревнования из Волжского, Урюпинска, Камышина, но, пожалуй, лучший показатель у школьников из Калача-на-Дону. Из этого города победу в различных возрастных категориях одержали сразу две юные любительницы этого вида спорта – Мария Братухина и Марина Загребина. Всего в числе призеров первенства 10 человек, в том числе Данила Павлов, который получил приглашение защищать честь России в составе национальной команды на международном чемпионате по решению шахматных конструкций. Пройдет он в 2017 году в Риге. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова